Лифты-призраки в российских регионах. Людям приходится платить за то, чего нет. И странно, и обидно. Поднимаетесь пешком с сумками, этаж, скажем, на шестой, а денег берут, будто доехали с полным комфортом. Как так? И ведь ситуация нередкая. Способ добиться справедливости есть, о нем расскажет Дальмира Бирюкова. Не видите лифта, нет? А он здесь есть. Жителям шестиэтажного дома в Санкт-Петербурге в марте пришли квитанции, в которых появилась новая строка за пользование лифтом. В доме 17 подъездов, но только в одном есть подъемник. Ну да, вот он, единственный лифт на 17 подъездов, которые в нашем доме. Только в одном подъезде есть лифт, и пользуется им по большому счету всего лишь 6 квартир из более чем 200. Лифты в доме исчезли после капитального ремонта в 1997 году. Жильцы обивают пороги инстанции и просят вернуть их, но пока вернули только плату. Дополнительно сообщают, что для установки лифтового оборудования собственникам помещения жилого на квартиру дома нужно провести общее собрание и решить, что они затраты на вышесложенные работы включают в эти квитанции. То есть вот такое нам предлагают за свои деньги поставить лифты. Плата небольшая, 40 копеек за квадратный метр жилья, но сам факт, что приходится платить, по сути, за несуществующую услугу, возмущает жильцов. Похожая история. В Воронеже трехподъездный дом разной этажности лифт. Строители предусмотрели только в одной десятиэтажной секции. Второй и третий подъезды на шесть этажей были запроектированы уже без кабин. Но, судя по февральским квитанциям, этим одним единственным лифтом пользуются абсолютные подъезды. Понимает, так, пять этажей там есть, это неправильно. Плата за содержание, ремонт жилого помещения. Он был, по-моему, в 2006 году, и мы должны за лифт платить. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения одинаков для всех собственников. А обязанность нести бремя содержания общего имущества по жилищному кодексу не зависит от фактического пользования. То есть, за лифт, по закону, должны платить все, без исключения жильцы. Но только управляющие компании людям не уточняют, что плату за пользование этим общим имуществом может установить собрание собственников. В официальном ответе управляющей компании все те же ссылки на законодательство в вопросе начисления платежей по услуге лифт, отсылка на постановление Верховного суда, платить независимо от пользования имуществом. Адвокаты советуют собственникам жилья провести собрание и постановить, что за лифт будут платить только жильцы того подъезда, в котором он установлен. Решение этого собрания управляющая компания игнорировать не имеет права. Единственный способ решить вопрос, это обращение с исками административными к управляющей компании, признание действий незаконными и, соответственно, понуждение их исполнять решение общего собрания собственников и нанимания. Решение суда исполняется принудительно судебным приспом. Жители многоквартирного дома в Воронеже готовы и к собранию, и к судам. Власти Санкт-Петербурга временно отозвали решение распределять плату за пользование общедомовым имуществом на всех жильцов без исключения.